Раз-раз, доброе утро, друзья. Рад вас приветствовать на нашем вебинаре. И сегодня у нас прекрасный вебинар от 1SBitrix про повышение конверсии интернет-магазинов, да и вообще, в общем-то, любых сайтов. Представлюсь, меня зовут Сергей Кулешов. Со мной сегодня присутствует и продолжит мой доклад второй частью вебинара Светлана Русова. Мы совместно надеемся, что нам удастся сделать очень полезный и интересный вебинарщик на тему повышения конверсии и вообще повышения эффективности интернет-магазина. Покажем всякие технологии, расскажем о том, как они работают, как задумывались и, в общем, наверное, несколько кейсов о том, как применять. Прежде чем начать вебинар, у меня есть организационный вопрос ко всем слушателям. Я смотрю, что сейчас мне уже пробуют писать закладочку «Questions». Да, именно закладочка «Questions» нужна для того, чтобы вы смогли задать мне вопрос, поскольку микрофончики у вас не работают. Вот, поэтому смело задавайте вопрос именно туда, его нужно написать, отправить. Я их все получаю, так же, как Светлана. Соответственно, будем отвечать на них устно. Сейчас я прошу вас, всех, кто к нам уже присоединился, в эти вопросики для того, чтобы проверить навык обращения с ними и для того, чтобы я понимал, что вы меня слышите и видите, поставить плюсик или просто написать, что все окей, все хорошо, добрые слова, приветствия и так далее. Все, что вы считаете нужным. Так, только звук некоторый вид. Сейчас проверим, что у меня с экраном. Нет, экран показывается, уже должен загрузиться. Сейчас посмотрю, что у нас показывает система. Да, экран показывается, вижу, что привет Иркутску, спасибо большое, что вы к нам присоединились. Да, я вижу, что в большинстве случаев все хорошо. Надеюсь, у кого экран не показался, не показывался, он уже показывается, потому что система мне показывает, что все в порядке, что все слушатели сейчас получают картинку и звук. Ну что ж, если вдруг происходит какая-то история, ситуация, связанная со звуком или экраном, вдруг что-то разъединилось или перестал работать интернет, отключилось электричество и так далее, всякие случайности происходят, не переживайте, надо подключиться к вебинару еще раз, то есть либо смело закрыть приложение и перейти по ссылке из письма и подключиться еще раз, либо там вплоть до перезагрузки компьютера и так далее, вебинар не прорвется, так что можете смело подключиться в любой момент. И также, если вдруг что-то происходит не так, или вам нужно убежать, или вы не можете дальше смотреть, не переживайте, запись вебинара ведется. Я ее уже включил, это означает, что в течение сегодняшнего дня, может быть завтрашнего, мы выложим эту запись на нашем сайте в разделе «Вебинары», собственно, там, где вы на него регистрировались. О чем сегодняшний вебинар? Я быстренько переключусь на наш сайт, который, собственно говоря, показывает о том, страница вебинара и анонса и регистрации, да, где вы, собственно, регистрировались, и вот наша программа, именно здесь будет выложена запись. Итак, о чем мы сегодня говорим? Первые полтора часа. Ну, я, честно сказать, надеюсь, что это будет не полтора часа, а чуточку покороче, у меня получится показать вам возможности платформы и порассуждать о них, о рынке, и ответить на ваши вопросы. Это, собственно говоря, мой доклад, это будет про инструменты повышения конверсии, то есть про то, что у нас есть в платформе для того, чтобы магазины были действительно эффективными. Ну и вторую часть, опять же, про повышение конверсии интернет-магазина уже Светлана Русова, руководитель учебного центра BestRank, который расскажет нам о несколько интересных уже моментах, связанных, например, с обетестированием и другими способами повышения конверсии. Так, ну что же, я смотрю по... Судя по тому, что показывает мне закладочка questions, которую вы мне пишете, у нас в трансляции все хорошо. Так, 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 да, Ибийску привет, отлично. Ну что ж, поехали. Я переключусь обратно на презентацию, буду стараться периодически переключаться между слайдами и самой платформой. У меня установлен демо-стенд, на котором я смогу показать вам некоторые моменты вживую. Единственный нюанс демо-стенда в том, что он совершенно демонстрационный, на нем только товары, и, к сожалению, там реальных посетителей нет, поэтому не все моменты конверсии, может быть, будут понятны. Но я постараюсь остальное показать уже на слайдах и объяснить, как это работает. Собственно говоря, в качестве вступления, как и анонсировано, у меня небольшой обзор по рынку интернет-торговли. Я не буду на нем детально останавливаться. Я постараюсь рассказать основные, совсем самые основные моменты, которые, пожалуй, интересны, наверное, любому человеку, который занимается электронной торговлей и вообще хочет понимать, какие тренды, в принципе, в интернете. Но давайте посмотрим на простую статистику. У нас в России аудитория интернета, в общем, уже большая и практически не растет. То есть, грубо говоря, 66% населения, это 82 миллиона человек, и прирост очень маленький, примерно 5% в год. Ну, в общем, это говорит о том, что практически все, кто может, все в интернете. Остались те, кто не может в интернете либо в причину преклонного возраста, либо по причине слишком юного возраста. В интернет не попадает и не является пользователем интернета. Но в целом, как вы видите, аудитория по чуть-чуть прирастает. Но это говорит о том, что ожидать огромного роста рынка, в общем, наверное, не стоит. Все уже здесь, и наша задача бороться за тех, кто пришел конкурировать со своими конкурентами. Прошу прощения за тавтологию. Как выглядит потенциал роста по городам? Обратите внимание, Москва, в общем, здесь с потенциалом роста совсем все плохо. Самый маленький потенциал роста в крупных городах. Мы видим, что около 2 миллионов еще не в сети, которые планируют попасть. И здесь, в общем-то, статистика показывает всех от нуля и выше лет. Города выше 700 тысяч. Ситуация чуточку лучше. Уже есть 5 миллионов, кто еще не в сети. Ну и чем, собственно, меньше город, тем больше потенциал роста людей. Это говорит о том, что запас роста по аудитории нашего с вами интернета, наших с вами потенциальных покупателей сейчас находится в основном в регионах и в небольших городах. То есть, грубо говоря, 9 миллионов мы еще можем там схватить в городах до 700 тысяч. Ну и довольно большое количество людей, 25 миллионов человек, это вот в городах до 100 тысяч. И в других населенных пунктах. Что касается возрастных категорий. Как мы видим, возрастная категория 12-24, самая активная, наверное, да, она, в общем, уже вся здесь. И ждать прироста с точки зрения этой аудитории нам не стоит. Совсем небольшие приросты до 44 лет. И единственное, кто еще не в сети, да, это 55+. Ну, ожидать, что там прям резко будет рост потенциальных покупателей, ну, наверное, нам с вами не стоит. Надо рассчитывать на тех, кто уже есть. Ну и касательно устройств, с которых заходят в интернет и вообще, в принципе, совершают покупки. Это доля. Мы видим, что 67% вообще всех пользователей используют компьютер, да, то есть это либо ноутбук, либо стационарный компьютер, или там компьютер на работе и так далее. То есть полноценный компьютер с большим экраном, мышью и клавиатурой. 41% всех пользователей используют смартфон. Это очень большая доля. 41%. 26% используют планшетики с экранчиком чуть побольше, да. И 11% пользователей интернета – это телевизоры. Телевизоры и прочие мультимедийные приставки к большим-большим экранам. Что касается динамики, да, то есть насколько прирастает та или иная аудитория. Ну, мы видим, что за 15-й год на 1% количество компьютеров сократилось. То есть доля компьютеров в интернете падает. Доля смартфонов выросла на 34%, планшетов на 20%, ну и на целых 41% выросли телевизоры. Ну, в общем, наверное, имеет смысл предполагать, что в 16-м году телевизоры подрастут еще серьезней. На самом деле сейчас, по-моему, любой современный телевизор уже оснащается доступом в интернет, там, Wi-Fi-модулем и возможностью подключиться к магазину приложений, запустить браузер, в том числе запустить интернет-магазин и даже приобрести что-то. Хотя, мне кажется, процедура управления телевизоров пока еще удобна только там на очень дорогих телевизорах, где вот эти вот гироскопические пульты, которые работают и так далее. Что говорить, что можно сказать о рынке электронной торговли? О российском рынке электронной торговли за 15-й год. Ну, вообще, показатели не то чтобы плохие. Да, у нас оборот 650 миллиардов рублей. Это весь оборот совокупный e-commerce в России. Образовался он за счет 160 миллионов заказов в год. Ну, средняя температура по больнице, да, 44 тысячи рублей средний чек вообще по всей стране, по всем интернет-магазинам. Ну, вот можно попытаться взять его за ориентир, ну, или хотя бы понимать, вы работаете в сегменте выше среднего чека или ниже среднего чека, да, для того, чтобы позиционировать себя так или иначе, или наоборот рассматривать об изменении своей позиции. Рост в рублях к 2014 году, в 2015 году составил 16%. То есть вырос объем рынка на 90 миллиардов рублей, что не кажется очень большой цифрой, потому что в предыдущие годы объем рынка e-commerce рос сильнее. Рост был порядка 30% за последние пять лет. В каждом году прирост составлял около 30%. Там 27, 28, где-то 32. Вот. И, в общем, конечно, прошлый год мы видим некоторое замедление. Много причин есть экономических, макроэкономических, микроэкономических и так далее. Не будем сейчас о них. Нам, пожалуй, важны цифры и факты. Еще один момент, который хотел бы сегодня озвучить, раз уж мне выпала такая возможность поговорить о статистике, это статистика по отраслям. На самом деле это опрос Яндекс.Маркета, который опрашивал, собственно говоря, какие товары за последние 12 месяцев покупали в интернет-магазине респондент. Ну и вот мы видим доли, которые, собственно говоря, покупали, и что происходит в российских магазинах. Мелкая бытовая техника, одежда, обувь, косметика и парфюмерия, лидирующие позиции в Рунете, товары для детей, 30% тоже, очень неплохой показатель. Ну и, в общем, не сильно отстающие от них мобильники, компьютеры, электроника и так далее. При этом интересно также динамика. Динамика за 15-й год быстрее среднего росло число покупок в следующих категориях. Это товары для спорта, товары для животных, товары для детей, одежда, обувь, продукты питания. То есть, грубо говоря, в этих категориях в 15-м году рост был наиболее активным. То есть быстрее среднего росли обороты. А вот в электронике и технике, косметике и парфюмерии, наоборот, сократилось количество онлайн-покупок. Ну вот тут, наверное, сложно объяснить. Хотя, опять же, экономические предпосылки говорят о том, что люди, наверное, в каких-то местах начали экономить. Экономить начали на предметах, видимо, роскоши. То есть, не знаю, правда, можно ли считать косметику и парфюмерию предметом роскоши. Ну, вероятно, вероятно, можно. Ну что же, на этом у меня аналитическая часть моего доклада закончена. Так, и мы перейдем к... Я смотрю, что особо нет вопросов к обзорной части, но надеюсь, что тут все понятно. Перейдем непосредственно к уже функциональной части. О чем хочется поговорить? Поговорить... Ой-ой, убежала. Поговорить хочется о том, собственно говоря, какие задачи перед интернет-магазином ставятся и как мы вообще размышляем. О чем мы думаем, когда разрабатываем технологии для, собственно, интернет-торговли. Ну вот одна из наших, наверное, главных и, на мой взгляд, важных мыслей, да, трендов, которые мы преследуем, это быстрый запуск. Вы, наверное, знаете, что платформа Bittrex имеет у себя очень хорошие готовые решения для интернет-магазина и возможность очень быстрого старта. По нашему мнению, нам удалось за последние пару лет сделать такое решение, которое позволяет запустить интернет-магазин буквально за считанные дни. На наш взгляд, не так важно, как выглядит, отвечает ли он эстетическим требованиям владельца интернет-магазина. Для нас важно, чтобы функционально он выполнял все необходимые задачи. Именно поэтому мы работаем над тем, чтобы наши решения полностью соответствовали требованиям, которые ставят перед интернет-магазином и клиенты, и поисковые системы, и системы привлечения трафика и так далее. То есть, на наш взгляд, главное соответствовать. Какие вообще основные требования можно выделить по отношению к интернет-магазину? Он, конечно, должен быть визуально привлекательным. Наверное, большинство наших клиентов начинают с того, что представляют, каким должен быть его интернет-магазин. И это правильно. Большинство людей визуалы, да, мы визуально представляем себе, как он должен выглядеть, как он будет красивым. Мы видим хорошие, достойные или даже очень достойные примеры в других отраслях интернет-магазинов или среди конкурентов. И, естественно, разрабатываем интернет-магазин, хотим, чтобы он был, ну, как минимум, не хуже. Одно из очень важнейших требований, оно вытекает из той аналитики, о которой мы говорили до этого, это адаптивность к мобильным устройствам. Ну, как видите, теперь не только к мобильным, но еще и к стационарным, но с очень большими экранами, это телевизор. На самом деле, это, пожалуй, очень важное требование, потому что очень большое количество людей, как минимум, ищут товары с мобильного устройства. Небольшое количество заказывают с мобильного устройства, но, скорее всего, потому что еще нету некоторых технологий, которые бы позволяли это делать очень легко и просто. Да и многие магазины, на самом деле, не очень-то адаптированы с точки зрения заказа на мобильном устройстве. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы наше готовое решение, которое мы показываем, которое мы предоставляем в качестве старта для любого интернет-магазина, было максимально адаптировано к любым устройствам и к любым вариантам его отображения. Магазин должен быть персонализированным. Это новый тренд. Ну, как новый тренд? Ему, наверное, уже года 3-4 тренд обработки больших данных для того, чтобы магазин мог показать релевантное предложение без участия человека. То есть автоматически показать клиенту то, что его на самом деле интересует. Ну и, конечно, он должен быть очень быстрым. Несмотря на то, что интернет, вообще широкополосный доступ к интернету очень развивается за последние пару лет, ну, наверное, за последние лет 5, да, скорости интернет-каналов выросли очень значительно. И сейчас нету проблемы в скорости доступа в интернете. Даже на мобильном устройстве уже там многие смартфоны имеют LTE или там сеть поколения 4G, да, и это там невероятная скорость доступа к интернету для мобильного переносного устройства. Все равно интернет-магазин должен быстро работать. Сама техника, сама платформа должна очень быстро генерировать страницы, отдавать их пользователю, показывать в браузере для того, чтобы пользователю было комфортно работать с интернет-магазином. Потому что если пользователю некомфортно, мы об этом еще поговорим, у него очень короткий путь до конкурентного магазина. Буквально соседняя вкладка браузера, соседняя строка в поиске, и человек ушел. Сегодня мы будем говорить про интернет-магазин, и, естественно, хочется на чем-то это показывать. И мы обычно показываем и демонстрируем все наши решения на базе интернет-магазина. Ну, мы его называем, конечно, образцово-показательный интернет-магазин. Хотя, конечно, это, наверное, не так, это очень громкие слова. Но мы постарались сделать так, чтобы магазин, по крайней мере, отвечал всем требованиям. И вы могли достаточно легко кастомизировать его под себя, использовать те решения, которые мы разработали в своих магазинах, сделать магазин на основе наших технологий таким, как вам хочется. Мы постарались просто соблюсти основные требования. На самом деле он получился достаточно привлекательным, он получился функциональным, он получился очень удобным для пользователя и адаптивным со всеми фишками, которые нужны интернет-магазину, по крайней мере, на старте обычному интернет-магазину. Прежде чем перейти к конверсии, я, наверное, перескочу быстренько на, собственно, сам интернет-магазин для того, чтобы продемонстрировать, как это выглядит буквально в пару кликов, чтобы мы с вами посмотрели на этот интернет-магазин. Да, основные новинки, которые сейчас у нас используются, это в том числе слайдеры с возможностями встройки видео, с двигающимися, бегающими картинками и параллакс-эффектом так называемым, когда баннер статичен на фоне страницы, и мы вот так прокручивая, собственно, с ней работаем. Это адаптивность, которая в зависимости от ширины экрана будет перестраивать страничку сайта, уменьшать карточки товара для того, чтобы показать все так, как нужно. И в итоге при уменьшении до размеров смартфона мы с вами увидим уже совсем другой вид интернет-магазина. Уберутся все ненужные вещи, останутся только то, что на смартфоне удобно. Транформируется меню вот в такое боковое меню по кнопочке и так далее. Это самое важное, что хочется рассказать. Мы с вами видим, как у нас меняется меню при наведении, при выборе. Это все очень удобно, красиво. Это привычно пользователю, потому что он любит, когда сайт живой, когда он реагирует на наведение, когда я по нему хожу, и он как-то радует глаз хотя бы просто простейшими анимационными эффектами. Да, ну и большие возможности по поиску товаров – это и поиск в строке, где я могу набрать какое-то сочетание букв, слов и сразу увидеть, что в магазине доступно, какие категории товаров или конкретные товары. Это возможность подбора товаров по параметрам, по цвету, по материалу производителю, размерам и так далее, цене. И здесь эти наборы очень быстро регулируются и настраиваются для вашего магазина. И, как я уже говорил, персонализация. Ну вот, в частности, видите, наш сервис Big Data почему-то предложил мне платья и штаны. Ну, я предполагаю, что это связано с тем, что я часто посещаю вот эти наши готовые интернет-магазины со стандартным каталогом во время демонстраций, да, и показываю именно эти товары чаще всего, поэтому сервис персонализации решил, что мне нужно предложить именно это. Так он определил мои интересы в масштабах, грубо говоря, текущего сайта с демонстрационным каталогом. О чем мы будем сегодня с вами говорить и что будем рассматривать на примере этого сайта, так это конверсия. Понятно, что любой бизнесмен, который, собственно говоря, владеет интернет-магазином, так или иначе озабочен тем, насколько эффективно работает интернет-магазин. И, пожалуй, конверсия – это ключевой показатель эффективности интернет-магазина. Что такое конверсия? Конверсия можно объяснить, наверное, на пальцах довольно просто, хотя я уверен, что все из вас их знают, но все же повторюсь для тех, кто, возможно, первый раз слышит этот термин. Конверсия – это показатель в процентах отношения количества посетителей интернет-магазина к количеству покупателей интернет-магазина. Чем выше конверсия, тем больше покупателей из того же количества посетителей вы получаете. То есть если на ваш сайт пришло тысяча человек, и 10 из них сделали заказ, это конверсия в 1%. Если 30 человек сделали заказ, соответственно, конверсия в 3%. Ну и так далее. То есть можно говорить, что какая бывает конверсия вообще? Хорошая, плохая, как понять? Да, есть ряд исследований, в том числе есть исследование компании Google, которое исследовало много интернет-магазинов, по всему миру, которые сказали, что средний максимум интернет-магазина – это 4, по-моему, и 0,4%. Что такое средний максимум? Ну, это значит, что отброшены там самые максимальные, самые минимальные значения, да, и выбрано какой-то средний максимальный показатель. То есть, безусловно, конверсия очень сильно зависит от того, чем вы торгуете. Да, от того, какая категория товаров, насколько она разнообразна и так далее. То есть магазины-гипермаркеты, так называемые, да, с огромным количеством разнообразных товаров, у них конверсия, наверное, будет там чуть ниже, чем у узкоспециализированного магазина, да, когда человек приходит в этот магазин и выбирает, ну, он уже знает, зачем он пришел, и там товар достаточно уникален, и, естественно, конверсия такого магазина может там превышать и 15-20% и так далее. Так вот, мы с вами определились, что конверсия – это очень важный показатель интернет-магазина. Так вот, для того, чтобы понимать, что происходит с интернет-магазином и вообще можно ли что-то из него выжать больше, надо измерить. Есть такое хорошее выражение о том, что чтобы что-то улучшить, надо начать это измерять. И очень часто даже начало измерения и обращение внимания на тот или иной показатель уже его улучшает. Ну, давайте, так, про конверсию мы с вами уже поговорили. Давайте посмотрим о том, какой инструмент измерения конверсии дает платформа. Когда у вас сайт на 1С Битрикс, вы открываете соответствующийся раздел «Маркетинг», и там есть пульс конверсии. Этот инструмент показывает конверсию в режиме реального времени и демонстрирует как основной показатель. То есть мы видим с вами 2,4% сейчас конверсия. Это находится в рамках «Отлично!» Шкала размечена до 5%, но, опять же, исходя из средних показателей исследований. 2,4% — это, в общем, очень хорошая конверсия, скажем так, весьма неплохая. Возможно, и большие показатели, естественно. Но этот инструмент показывает за прошедший период изменение, динамику конверсии. То есть вы видите общий показатель. Мы видим общая конверсия. Вот эта желтая линия на слайде — это, собственно, динамика конверсии по дням, по тому, как она менялась в тот или иной день. Также мы видим конверсию детальнее по источникам, с которых заходили наши покупатели. Ну, для того, чтобы, наверное, чуть показать о том, какие есть возможности у этого инструмента, я переключу сейчас на сайт. Единственный нюанс — у меня здесь конверсия ноль. И вообще у меня здесь сплошные нули, потому что сайт запустился 5 минут назад. Я лишь покажу, как этот инструмент, какие возможности имеет, и на основании чего он может встроить конверсию. Ну, во-первых, мы с вами, помимо общего показателя, который у меня там одним днем представлен, мы с вами можем определять конверсию в зависимости от устройств, с которых заходили наши посетители, и от источников, с которых они приходили к нам. Среди источников у нас могут быть почтовые рассылки, контекстная реклама, органический трафик и какие-то прочие источники. Это то, что мы видим в простых показателях, в простых цифрах. Если мы переключимся на устройство, соответственно, мы увидим с вами уже более детально планшеты, смартфоны, десктопы и прочие. То есть мы с вами по каждому каналу привлечения трафика или по каждому каналу использования нашего сайта можем увидеть конверсию и увидеть ее в динамике. То есть мы увидим график, мы увидим, сколько было заказов, сколько добавлений в корзину, сколько оформлений, сколько оплаченных. И, соответственно, эту детальную статистику мы с вами увидим, например, по планшетам. Все это суммируется и в итоге получается некая общая конверсия. При этом конверсию мы также можем считать не по оплаченности заказа, например, а по оформлению заказа. Возможно, вы не принимаете оплату на сайте, и в этом случае действительно правильно считать оформленный заказ в конверсию. Так же и добавление в корзину. То есть вы можете переключать условия отображения конверсии и делать для себя выводы и аналитику. Безусловно, не только заказы могут быть причиной подсчета конверсии. Это могут быть какие-то другие показатели, если у вас не интернет-магазин. Для нее интернет-магазины потребуют какие-то иные настройки. Так, я вижу, тут появляются вопросы. Сейчас, секундочку. Вот мне уже кто-то что-то... Ммм... Странная реклама, но да ладно. Так. Пульс конверсии реализован во всех продуктах, спрашивают. Да, он реализован во всех продуктах, начиная с малого бизнеса. Совершенно верно. Он будет вам доступен. Так. Если в разделе маркетинг нет пункта пульс конверсии, ну, значит, он недоступен по редакции или не установлен как модуль. Такое тоже может быть. Обратитесь к вашему администратору сайта для того, чтобы вы включите и посмотрите соответствие редакции и требований. Так, следующий момент. Это бизнес-модель интернет-магазина. Это следующий инструмент измерения. И, что самое важное, прогнозирование. Это, пожалуй, важный стратегический инструмент. Несмотря на то, что он довольно-таки прост в эксплуатации. И вообще, в принципе, математика здесь очень простая. На уровне, там, не знаю, третьего класса школы. Он оказался очень полезным и востребованным. Поясню, как это работает. Безусловно, единственная, наверное, самая правильная оценка успешности интернет-магазина – это деньги, которые вы на нем заработали. То есть это доход. Вернее, даже не доход, а прибыль. Ну, на мой взгляд, бизнес любой должен приносить прибыль. Естественно, это основной показатель, получается у вас что-то или нет. Несмотря ни на конверсии, ни на рекламный бюджет, ни на что. Прибыль есть – хорошо. Большая – еще лучше. И так далее. Так вот, для того, чтобы спрогнозировать, как развивать и куда вкладывать усилия, в том числе свой маркетинговый ресурс, денежный ресурс, в свой интернет-магазин, хорошо бы понимать, как повлияют те или иные вложения на, собственно говоря, модель интернет-магазина, на бизнес-модель интернет-магазина. И вот этот инструмент, он помогает проанализировать то, что сейчас происходит. Вот вы видите сейчас у себя на экране, что есть, к сожалению, показать это на моем демо-стенде будет еще сложнее, потому что там вообще одни нули. Но я постараюсь вот на слайде, собственно говоря, это пояснить. Мы с вами видим, что есть доход, есть рекламный бюджет, есть расходы, есть целая модель рентабельности и воронка. И мы с вами понимаем, что исходя из различных показателей и изменения этих показателей будут меняться основные ключевые цифры. В частности, например, у нас есть доход, есть расходы, у нас есть некая прибыль фиолетовым квадратиком обозначена, вот она, да, 144 тысяч. Безусловно, это условная прибыль, да, тут еще нету всяких там, возможно, вы не включили сюда затраты на аренду, там, зарплату менеджеров и так далее. Хотя вы можете их включить вот в эти прочие расходы и, собственно говоря, тоже учитывать. Как строится модель рентабельности? Вы определяете, какой рекламный бюджет, сколько стоит у вас клик, да, на самом деле в режиме модели, да, отражения текущего состояния, эти данные берутся автоматически, если вы используете там все наши инструменты управления рекламными кампаниями и так далее. Если же не используете, вы можете данные указать вручную и примерно посчитать, какова будет реальная доходность. Все остальные данные, то есть количество заказов, средний чек, конверсия, цена там за заказ и так далее будут рассчитаны автоматически, и вы увидите реальную картинку своей бизнес-модели. Есть штука, называется прогнозирование. Если я вот переключусь на модель, да, и увижу, что у меня, ну, к сожалению, сплошные нули, я переключусь, когда на прогноз, я смогу выносить изменения в несколько полей. В частности, я могу указывать там рекламный бюджет, я потрачу 100 тысяч рублей, я могу указывать, что у меня 10 рублей стоимость перехода. Это означает, что на 100 тысяч рублей я получу 10 тысяч переходов, да, то есть моделька уже быстренько посчиталась. Конверсия моего магазина, например, может быть в районе там 2 и 4 процента, да. Средний чек, допустим, тысяча рублей. Ой-ой-ой, много написал. И вот у меня уже появляются какие-то данные в модели моей. Я могу указать, что у меня там 30 тысяч рублей получает менеджер, что наценка на мои товары в среднем 10 процентов, ну и, в общем, получаю какие-то показатели уже готовые. При этом, исходя из этих данных, система простыми арифметическими действиями делает некие прогнозы. Грубо говоря, что может происходить? Может происходить, например, история, что у вас здесь не 2 процента, а полтора процента конверсии. Вы решили вложить больше денег в рекламную кампанию. Но при этом у вас, например, взял и выросла цена за переход, потому что конкуренция там резко возросла, например, и так далее. И вы понимаете, что даже вложив больше денег в рекламный бюджет, при сохранении показателей конверсии среднего чека вы, собственно говоря, получаетесь в минусе. Что можно сделать? Можно взять и повысить, например, конверсию. Ну, на целый процент это, наверное, сложно. Можно взять и повысить ее, например, на десятую процента. И вы уже как минимум в плюсе. Ну, показатели цифры здесь, конечно, смешные. Это скорее в нуле, чем в плюсе. Ну и добавляя, увеличивая конверсию своего магазина буквально на десятые доли, вы, собственно, начинаете зарабатывать больше. Возможно, вам нужно увеличить средний чек. Просто увеличив средний чек даже на 100 рублей, на 200 рублей, вы получаете приличные доходы и изменения в модели. Именно таким инструментом вы можете спрогнозировать, что же будет происходить с вашим магазином, если вы сделаете то или иное. При этом рекламный бюджет увеличить сложно? Ну, технически нет. Вопрос как бы в деньгах. Тут каждый для себя ответит. Увеличить конверсию сложно? Да нет, не сложно. Есть куча инструментов, мы про них поговорим. Увеличить средний чек сложно? Да нет, тоже возможно. И для этого тоже есть инструменты. Разве что уменьшать прочие расходы, но в целом этот инструмент показывает вам, как вы можете развить свой интернет-магазин. То есть, на мой взгляд, это очень правильный, очень простой, но очень правильный стратегический инструмент для принятия решений по доработке интернет-магазина по увеличению рекламных бюджетов или по сокращению рекламных бюджетов. Тут уже вам решать. Это модель интернет-магазина. Вот так, я вижу, что есть вопросы. Да, я вижу, что есть вопросы, претензии к этому из наших партнеров. К сожалению, у меня не отображается ваше имя, но я вам отвечу, что не через вебинар надо это решать. У нас есть партнерский отдел, в который можно позвонить, написать, и мои коллеги помогут вам решить вопрос с нашим партнером. Так, ну что ж, пойдем дальше. Вернусь к презентации, чтобы она направила меня в нужное русло. Так вот, мы поговорили про конверсию, мы поняли, что у нас есть инструмент, который помогает нам спрогнозировать и понять, какие наши усилия помогут конверсию улучшить и улучшить доход интернет-магазина. И теперь, собственно, давайте про сами инструменты. То есть, что за инструменты помогут нам все это сделать лучше, доходнее, выгоднее и так далее. Вот они здесь перечислены. Big Data, то есть персонализация, персонализированные предложения, АБ-тесты, email-маркетинг – это простые рассылочные программы и триггерные рассылки, скидки, спецпредложения, разные комплекты, наборы и подарки, и еще огромное количество готовых модулей в нашем магазине приложений для Битрикса – это Marketplace. Ну, пойдем по порядку. Собственно, с чего хочется начать? Хочется начать с персонализации, как, наверное, одного из самых загадочных сервисов. Загадочных, потому что на самом деле для пользователя интернет-магазина, вернее, для владельца интернет-магазина – это черный ящик. Черный ящик какой-то, который непонятно как, но зараза работает и приносит доход. Что это из себя представляет? На самом деле, это облачный сервис рекомендаций. Если вдуматься в это каждое слово, в облачный сервис рекомендаций, можно понять, что облачный – это означает, что все вычисления и вся нагрузка для расчета и выдачи персонального предложения происходит где-то в облаках. То есть, беру в игре, ваш сервер остается ненагруженным для, в общем-то, этой сложной математики – определения интереса пользователя, предложения ему товара. Это происходит в нашем облачном сервисе. Соответственно, все расчеты ведутся на нашей стороне. Сервис – это означает, что, в общем-то, вы получаете некий готовый, завершенный сервис, который рекомендует каждому конкретному посетителю вашего интернет-магазина что-то свое. Что-то свое, что и среди ваших товаров, товаров вашего магазина, этому потенциальному покупателю наиболее интересно, по мнению, собственно говоря, нашего облачного сервиса. Он определяет интересы. Он определяет интересы, он определяет схожесть вашего посетителя с другими категориями посетителей и на основе этого рекомендует, что в вашем интернет-магазине может быть ему действительно интересно. Он встроен в каждый интернет-магазин на Битриксе. То есть, грубо говоря, вы можете прямо смело, если вы до сих пор этого не сделали, устанавливать себе на страницу, на главную, на страницу карточки товара, на страницу корзины, там, не знаю, куда угодно. Блок персональной рекомендации. Выбирайте алгоритм, по которому он работает, и этот блок уже начнет приносить вам доход. Это универсальный компонент, ставится в любое место, выглядит максимально нейтрально. Ну, даже если он не подходит вам по внешнему виду, его довольно легко и быстро доработать с помощью администратора сайта. И это совершенно бесплатно. Как это выглядит? Вот у нас есть блок на, собственно говоря, странице сайта. В данном случае это главная страница сайта. Это блок рекомендуемые товары. Но этот блок не вы, как владелец интернет-магазина, или как ваш контент-менеджер собирается и думает так, что мы рекомендуем сегодня нашим покупателям. Мы рекомендуем сегодня вот это вот тинее платье с вот этой футболкой, вот этой юбкой. Нет, сервис определяет сам, индивидуально для каждого конкретного посетителя вашего сайта. Давайте посмотрим буквально, как это происходит и что можно с этим делать. Вот у меня есть, собственно говоря, мой интернет-магазин, совершенно обычный. И здесь у меня представлены какие-то тренды сезона. Это на самом деле выбранные мной, вернее не мной, а по умолчанию какие-то товары, которые относятся к той или иной категории товаров. Если мы перейдем в какую-то категорию, мы увидим, собственно говоря, платье этой категории, мы увидим лидеры продаж, и мы видим блок персональной рекомендации, которым я уже показывал. Если мы включим режим настройки, режим управления содержимым, то мы увидим для этого блока некоторые настройки. Я сейчас зайду в... Ой, не туда я попал. Так, секундочку. У меня что-то мышка не хочет. Работать. Но сейчас мы тогда пойдем другим путем. Откроем каталог. Персональная рекомендация. Вот, собственно говоря, настройка блока персональной рекомендации в компоненте каталога. Как вы видите, он довольно-таки простой. Есть небольшое количество настройок. Вообще включить, не включить персональные рекомендации. Если включить, то надо определить, какой тип. Здесь есть несколько алгоритмов, которые в зависимости от вашего выбора будут автоматически выстраивать рекомендацию. То есть сейчас, например, выдаются самые продаваемые товары вашего интернет-магазина. Это может быть персональная рекомендация, которая будет, по мнению нашего сервиса, для вашего каталога выбирать те товары, которые наибольше подходят моим интересам. Это могут быть продаваемые с этим товаром. При этом это происходит автоматически. То есть те товары, которые продаются с этим товаром, в карточке которого находится посетитель, будут автоматом сюда подставляться. Это просматриваемые, это похожие товары. То есть сервис умеет определять, он видит ваш каталог и умеет определить, какие товары похожи. Продаваемые, просматриваемые, похожие товары. Самые продаваемые, включая персональные рекомендации или просто любая рекомендация. Если мы переключим соответствующую настройку, то после обновления блок покажет другую категорию рекомендаций. Вы это настраиваете сами, и оно просто работает. При этом после того, как вы включите этот блок, в вашем разделе «Магазин и заказы» у вас появляется вот такая вот история, которая показывает продажи с персонализацией. Здесь будет сумма продаж, и каждый заказ, который был совершен через блок персонализации, то есть, грубо говоря, через блок, который показывает эти товары, предлагает, вы увидите вот такой значок рядом с этим заказом, и будете знать, что этот заказ сделан через блок персонализации. И, соответственно, вы увидите, что этот блок принес вам столько-то денег, и эти деньги будут здесь прямо отображены. Это блок персональных рекомендаций, который очень просто, быстро запускается, самое главное, совершенно бесплатен для наших пользователей сейчас. Так, 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 так. Ну, собственно говоря, тут вот Роман спрашивает, как настраивать, запускать это решение, но я вроде как раз показал, оно запускается и настраивается через, собственно, пугличку, вставляется соответствующий компонент. Вы можете этот компонент, это отдельный совершенно компонент, вставить в любую страницу сайта, в моем случае это была страница каталога, но если я, например, перейду в какую-то страницу, даже просто обычную, там, не знаю, взять страницу новостей, и я смогу найти этот компонент и вставить его в соответствующее решение. То-то-то-то-то, информация товаров, персональные рекомендации. Ну, вот, собственно говоря, этот блок, персональные рекомендации, который будет работать с моим сайтом. Здесь целый ряд параметров, которые можно настроить для отдельного компонента, и он будет, собственно говоря, показывать и работать. В данном случае мне надо выбрать, что у меня должен быть соответствующий каталог, и этот блок персональной рекомендации сейчас должен у меня появиться. Пока не появился, вероятно, я что-то недонастроил. Сейчас посмотрим. Так, самый продаваемый каталог одежда. Показывать. Нет, нет, показывать не надо. А, вообще, да. Для источника данных... Нет, раздел нам не нужен. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну да, вроде все. Все настройки есть. Добавление в корзину и так далее. Здесь уже все, что нужно для наших разработчиков, которые внедряют те или иные решения для вас. Вот у меня появился этот блок персональных рекомендаций на любой, пожалуйста, странице. Регулировать количество товаров, которые здесь показывают, и, собственно говоря, собственно говоря, там, внешний вид вы можете поднастроить и алгоритм, по которому будет работать эта история. Так. Так-так-так-так-так-так. Сейчас еще вопросы посмотрю. А, тут вот вопрос у Романа по поводу административной части. По поводу административной части. Сейчас мы с вами посмотрим. Есть вот блок персонализация. На самом деле блок персонализации здесь имеет не так уж много настроек. Дело в том, что для того, чтобы работал этот, собственно говоря, персональная рекомендация, ну, в общем-то, никаких дополнительных настроек, кроме самого модуля, который нужно разместить на странице сайта, ничего выполнять не нужно, потому что сам модуль уже умеет делать все, что нужно. Он, все вычисления и все настройки происходят у нас в облаке. Все, что вам нужно с точки зрения настроек, доступно в настройках этого компонента, там, где я только что это показывал. Все остальное делается на стороне нашего сервиса, где вы определяете, вы лишь определяете типы рекомендаций, то есть по какому алгоритму сервис будет подбирать для вас рекомендации. Так, 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 так. Где лучше размещать? Вот хороший вопрос. Где лучше размещать персональные рекомендации? На самом деле практически везде есть нюансы, да. Во-первых, нужно следить за тем, насколько это хорошо работает. Ну, просто смотреть, где они там неуместны, например. То есть, грубо говоря, если разместить в корзине товары просто персональные рекомендации, можно случайно увезти клиента на другой товар, да. И он, возможно, задумается, начнет выбирать, и в итоге заказ не совершит. В корзине, например, лучше показывать категорию товаров, которые называются «с этим товаром покупают», да, для того, чтобы увеличить средний чек. То есть нужно понять цель, которая, цель, которую вы преследуете, размещает вот или иной блок на своей странице. Если вы на главной странице, например, разместите, да, то это будет хорошо работать на случайного пустителя, там, на того, кто зашел на главную или перешел из карточки товара на главную. Ведь в основном к вам приходят люди на карточку товара. И, соответственно, в карточке товара, опять же, размещать просто случайный товар или просто персональную рекомендацию может быть неправильно, потому что нам не нужно отвлечь, отвлекать посетителя, да, от выбора товара, который он пришел выбирать. Возможно, опять же, там нужно показать сопутствующие товары или показать категорию товаров, которая там вместе с этим просматривается в большинстве случаев, да. И система тогда подберет товары, которые могут либо помочь сделать выбор быстрее, тем самым помогая клиенту определиться, либо увеличить средний чек, опять же. Это разные подходы. Так, ну что же. Следующий вопрос – это АБ-тест и АБ-тестирование. И про это у нас Светлана обещала хорошо рассказать, поэтому я лишь сделаю краткую вводу о том, что это такое, для чего это нужно. АБ-тестирование – это проверка гипотез. Опять же, основная цель АБ-теста – это увеличение конверсии. Но вы можете увеличивать свою конверсию, модифицируя свой интернет-магазин, да. То есть вы понимаете, что, возможно, ваш интернет-магазин не идеален. Да, то есть где-то пользователю сложно найти, где-то ему не хватает материалов, где-то он кнопку не видит, которую надо нажать. Бывают вот такие курьезные случаи, когда кнопка «оформить заказ» незаметно, или расположение корзины на сайте не в привычном месте, или незаметно для пользователя. Он вроде в корзину положил, а теперь по сайту шарится и не может понять. А как купить-то? Что сделать-то? Такое тоже бывает. Сам попадал иногда в такие ситуации, когда, правда, вроде в корзину положил, где-то корзина непонятна. Вот. Бывают разные сценарии, и с ними надо работать. То есть, грубо говоря, их надо постоянно улучшать. И вот, допустим, вы приняли решение, что вам нужно переделать главную страницу сайта, потому что она там не очень удобна, не очень красива, или еще какие-то причины. Решили цветовую гамму сменить. Цветовую гамму сменить. Вас переделали в фирменный стиль, и ваш логотип стал вместо зеленого коричневым. Или, там, не знаю, синим. И вы думаете, так, я хочу поменять цветовую гамму своего сайта, но тут вас останавливает внутренний голос и говорит, слушай, а как это скажется на конверсии нашего интернет-магазина? И вы такой, я не знаю, как скажется. Мне кажется, будет круто, мне очень нравится. Так вот, чтобы не опираться только на свое личное мнение, можно использовать АБ-тест. Что происходит? Вы... Так, секундочку, у меня тут... Нет, слайдик у меня этого нет. Вы берете какую-то часть посетителей вашего сайта. Допустим, 10% от всей массы посетителей в сутки. И этой части, то есть эту часть в 10%, вы делите на два равных кусочка. То есть половине показываете один шаблон, а другой половине другой шаблон. То есть, грубо говоря, приходит к вам в день тысяча человек. Вы берете из них 100 человек. 50 из них вы показываете первый вариант старого дизайна, а другой половинке, другим 50, новый вариант дизайна с новой цветовой схемой. И система сама следит за конверсией того или иного варианта. То есть, грубо говоря, вы можете взять не 10%, а все 100% посетителей, да, и показать половине ваших посетителей одно, а половине другое. Это уже вам решать. Это зависит от того, насколько там у вас популярен магазин, сколько посещений и так далее. Чем больше вы трафика пустите на АБ-тест, тем, соответственно, более показательными будут данные. И система сама следит, вы видите сейчас это на скриншоте, она показывает конверсию каждого из вариантов. То есть есть вариант А, который показывается соответствующим посетителям, и вариант Б, который показывается другой половине. И вы видите, как меняется конверсия. Таким образом, вы на своих реальных, живых посетителях проверяете свою гипотезу. Это может быть новая главная страница, изменение цветовой схемы, изменение расположений кнопок, цветов кнопок, размеров кнопок, изменение корзины самой, карточки товара. Возможно, вы решили, все, теперь каждая карточка товара у меня будет крутым лендингом. Вообще не в стиле сайта, в другом дизайне, но как только человек попадает на карточку, там вообще все круто, космические параллаксы всякие, и джаваскрипты, и так далее. И вы можете проверить это на реальных своих посетителях, насколько хорошо получится эта история. Как это делать, Светлана нам, я надеюсь, покажет и расскажет детально. Следующий инструмент, увеличение конверсии интернет-магазина. Да, ну, в данном случае даже не сколько конверсии, сколько вообще привлечения покупателей, возвращения покупателей, это email-маркетинг. Это очень популярный инструмент, который используется на очень многих... Так, ой, подождите секундочку, по АБ-тесту я вижу несколько вопросов. Если редизайн сайта проведен в прошлом году, можно ли задним числом провести АБ-тест? Да, конечно, можно, Илья, вы можете это сделать прямо сейчас. У вас старый шаблон же остался, вы можете смело запустить АБ-тест на старом и новом шаблоне и проверить, а вдруг старый был лучше по конверсии. Хорошо, что задаете этим вопросом, это действительно так. Сергей, можно? Вот по поводу старого нового шаблона, там, к сожалению, вот так вот сразу сказать, что включить такое будет можно, либо нельзя, это сложно, нужно просто посмотреть, насколько сильно отличалось по структуре, потому что часто, когда делают новый дизайн, если не стояла задача перед разработчиком, что вы будете так тестировать, там просто могли назвать компоненты, страницы как-то по-другому, и тогда это у вас так не включится. То есть это может быть сама по себе задача, там еще на несколько дополнительных часов, чтобы провести такое тестирование. Да, да, Светлана, спасибо большое, это действительно так, зависит, ну действительно, эта ситуация простого включения АБ-теста может зависеть от того, насколько там переработана структура сайта, возможно, включение старого шаблона разрушит там, собственно говоря, этот старый шаблон, и он действительно будет работать. Если он у вас сейчас работает, и вы можете легко переключаться между одним и другим, я полагаю, не будет проблем запустить АБ-тест. Так, про рассылки. Ну, вообще, рассылки очень популярная история, и нашей задачей было сделать инструмент, который бы нашим пользователям, нашим клиентам, владельцам интернет-магазинов сильно упрощал историю с подготовкой рассылок. И следующим нашим шагом была разработка, скажем так, истории с триггерными рассылками. Триггерные рассылки – полуавтоматизированная штука, которая помогает возвращать покупателей. Возвращать и делать это практически в автоматическом режиме без участия покупателя. Мы поговорим про триггерные рассылки, поскольку про обычные рассылки вроде как особо рассказывать-то и нечего. Все знают, что рассылки нужны. Нужны так или иначе. Их делают для того, чтобы привлекать посетителей, для того, чтобы продавать больше, для того, чтобы возвращать покупателей и так далее. А вот триггерные рассылки – это интересная история. Кстати, на примере триггерных рассылок мы, в общем-то, и обычные тоже затронем. Мы сделали сразу семь триггеров. Семь триггерных рассылок, которые по умолчанию вам доступны в продукте. Так, ой, переключился случайно. Вот мы видим их, они как называются, но то, что они называются, в общем, мало о чем говорит. Хотя, например, брошенная корзина – это триггер, который срабатывает, если человек на вашем сайте, ранее покупатель у вас был, зарегистрирован, авторизован, он на сайт пришел, что-то в корзину положил и вдруг передумал, и ушел. Сработает триггер. Это означает, что мы этому покупателю в догоночку отправим письмо. А ту и целую цепочку писем. Да, одно письмо, ой, вы тут, кажется, забыли купить у нас, да, корзинка у нас осталась заполненная. Второе письмо можем отправить. Не уходите, пожалуйста, вот вам скидка 5% на то, что вы положили в корзину. И так далее. Да, и можем еще там три письма. То есть целая цепочка писем, которая будет отправляться, если пользователь никак не отреагирует ни на одну из них. Отмененный заказ. Пользователь отменил заказ, наш покупатель, для нас это проблема, нам нужно с ним как-то поработать. Мы ему шлем одно письмо, которое определяет, которым пытаемся его вернуть. Мы там шлем второе письмо, которым пытаемся дать ему, там догнать его скидкой, там или еще что-то, третье, четвертое и так далее. Пока он не отреагирует, не вернется на сайт или еще что-то не сделает. Повторные заказы. Ну, это понятная история. Был заказ совершен, надо через какое-то время клиента дернуть. Возможно, сразу после завершения заказа прислать письмо, там спасибо большое, и там через неделю прислать еще. А вот посмотрите, еще у нас в каталоге новиночки, а вот посмотрите, у нас для вашего купленного товара появилась такая-то история и так далее. И есть несколько рассылок, которые называются «Активируем клиентов». Есть вот рассылка «Хулиганство», но она про то же. Что такое «Активируем клиентов»? Это вот срабатывает для каждого конкретного вашего покупателя, который, например, не делал заказ 90 дней или 108 дней или целый год не делал заказ. Вот это тоже триггер. Это звоночек, который сработает в системе через 365 дней после последнего заказа конкретного вашего клиента. И именно конкретно для этого клиента будет создана рассылка, которая отправится и уйдет ему автоматически. Ну, мы посмотрели, как это, собственно, работает. В смысле, мы поняли, что это такое, как работает. Давайте посмотрим, как это устроено и что с этим можно делать. Опять же, в разделе «Маркетинг» у нас есть подпункт, вот он называется, «Емейл маркетинг». Есть подпункт «Триггерные рассылки». Значит, «Емейл маркетинг» это список рассылок обычных. То есть, грубо говоря, когда мы решили, так, надо забабахать рассылочку по нашим клиентам и нажимаем кнопку «Добавить через мастер». У нас запускается мастер, который позволяет нам в несколько шагов создать новую рассылку. Мы там... Я не копирайтер, поэтому не буду мудрствовать с названиями рассылок. Выберу, что у меня будет рассылка со спецпредложением. И дальше мне нужно понять, кому, собственно, отправлять. У меня могут быть разные группы адресов. Сейчас у меня ни одной группы адресов нет. Я могу создать новую группу. У меня будет группа называться просто «Покупатели». Вообще все покупатели. Вот так. «Покупатели». И я могу выбрать, что мне нужен магазин покупателей, добавить фильтр и выбрать, собственно говоря, кто мне нужны. Да мне нужно все. Но, к сожалению, я у меня на магазине только один, поэтому и добавится один. Вы можете определить, создать группу покупателей, группу адресов из покупателей, которые там в зависимости от суммы оплаченного заказа, от суммы всех заказов, от даты последнего заказа, выбрать из веб-форум или подписчиков, или просто пользователей и так далее. Целый ряд всяких фильтров и инструментов, которые позволяют наполнить группу адресов. В данном случае я взял группу «Все покупатели», там я у себя один и перехожу к следующему шагу. Следующий шаг, собственно, создание самого выпуска. И вот это, наверное, самый кайф вообще во всем функционале. Это создание шаблона для самой рассылки. И у нас есть несколько вариантов шаблонов. Можно взять пустое, полностью сверстать его самостоятельно, можно взять вот вариации с картинками. Вот, например, три столбца. Мы увидим вот такой жуткий текст, поэтому переключаем его в визуальный режим и можем работать с визуальным режимом. Вот, собственно говоря, у меня письмо, в котором мне нужно текст заменить на то, что я считаю важно сообщить своим покупателям. Картинки загружусь в другие, текст напишу свой, стандартный блок отписки. И также я могу сюда вставить что-то автоматическое. То есть, грубо говоря, у меня есть базовые блоки. Это вот, собственно, вот эти вот оформления различные. Я могу там большое изображение, например, сюда перетащить и вставить блок большого изображения, чтобы там картинка была заглавная в рассылке. Но есть и блок персонализации. Я могу указать имя покупателя, да, то есть обратиться к нему, ой-ой, убежала, обратиться к нему по имени, да, и воткнуть имя вот сюда. Соответственно, система сама вставит имя, вставит название сайта, e-mail и так далее. Также я могу использовать персональную информацию со своего магазина. То есть, вытащить, например, последние новости в эту рассылку, вставить, вставить корзину покупателя, вставить информацию о заказе, информацию о товарах, там, например, купон для товара, для скидки на товар и так далее. Я могу всячески наполнять. Таким образом, я, в общем, создал некое письмо, написал, написал, соответственно, тему, указал, от кого будет отправлено это письмо, да, по умолчанию, там, от администратора сайта, приложил сюда какие-то картинки, которые нужно приложить, и дальше мне нужно только определиться, когда эта рассылка будет отправлена. Я могу отправить вручную, и она прямо сейчас уйдет. Могу определить периодическую отправку, если я, например, вставил туда новости и хочу, чтобы новости моего магазина по определенной группе товаров рассылались по расписанию. Я могу указать это расписание или отправить в определенное время. Например, я сегодня ночью, полночи корпел и создавал рассылку, но хочу, чтобы она ушла в 11 утра. Выбираю расписание определенное время, отправляю в 11 утра следующего дня, и рассылка этого идет. После сохранения выполнения способ отправки вручную. Ой. Да, вот так. У меня есть возможность выполнить тестовую рассылку. То есть рассылка сохранена, но она еще не отправлена, она готова к отправке. Я могу ввести сюда какой-нибудь адрес, например, с его, и нажать кнопку отправить. После этого система отправит мне тестовое письмо, чтобы я убедился, что оно пришло, получить его там в разных почтовых клиентах, чтобы увидеть, что действительно все нормально работает, письмо отображается корректно, что оно читается хорошо, можно отправить его какому-нибудь из своих клиентов для того, чтобы там он посмотрел, сказал, да, клевое перепис, клевое письмо, я отреагировал бы и так далее. Ну и после отправки, после проверки нажать, соответственно, кнопку отправить. Это обычная рассылка, которую можно создать в любой момент, в любых количествах, отправлять по любым расписаниям, разово или не разово, создавать группы адресов, Квитя создал группы адресов все покупатели, куда будут попадать все покупатели моего интернет-магазина. Мы можем создавать разные другие группы адресов, в зависимости от, так или иначе, категоризируя своих пользователей. Так, сейчас посмотрим вопросы по этим. Вот Роман говорит, классно, да, действительно классно. Что сделано в Boost для минимизации попадания письма в спам? Хороший вопрос, но на самом деле в Bittrex-уформлении сайта практически ничего нельзя для этого сделать. То есть на самом деле попадание письма в спам зависит от его контента и от того, как оно отправлено. То есть через какой сервис отправки это сделано. Действительно, мы там с точки зрения нашей виртуальной машины и окружения эталонного, в котором может запускаться Bittrex-уформлении сайта, сделали там по максимуму. У нас там правильно настроенный сервис, есть рекомендации по их настройке и так далее. Но в целом, наверное, основной вот находится вне платформы, а скорее в инфраструктуре. Так, где можно получить кейсы, поизучать кейсы по email-маркетингу крупных клиентов? Разобраться, функционально сложно. С сожалению, пояснил рассылок такой, чтобы вы открыли и почитали. Ой, Артем, у вас правда хороший вопрос, но, к сожалению, у меня нету прям готового на него ответа, потому что это выходит за рамки моей личной компетенции. Я предполагаю, что научиться рассылкам можно в специальных учебных центрах, что ли. Ну, то есть, грубо говоря, курсов, вебинаров, каких-то других учебных мероприятий в интернете довольно много, которые учат и писать, и планировать, и, соответственно, работать над прочитываемостью, на как составлять заголовки, когда писать, как писать, правила хорошего тона, правила написания текстов, ну и так далее. То есть, там, это отдельная, наверное, индустрия учиться и обучаться таким вещам. Так, ох, я вижу допросик, как роман по умолчанию отправляем. Вот, кстати, по умолчанию отправляем. Это, наверное, одна из ошибок, и почему попадают письма в спам. Действительно, надо попытаться настроить так, чтобы не попадало в спам. Для этого есть несколько не технологий, а приемов использования почтовых сервисов или настройки своего почтового сервера на отправку почты. Я, к сожалению, наверное, там не такой сисадмин для того, чтобы про все эти штучки рассказать, но уверен, что вы найдете эту информацию. Она, в общем, ни от кого не скрыта. Есть ли ограничения на количество получателей рассылок? Нет, совершенно нет. Могу ли я задать вопрос по этой форме? Да, можете, задавайте, конечно. У вас сейчас некоторые рассылки из триггер... Сейчас, секунду. Из триггерной рассылки могут противорять шаблонам писем, которые были в старой версии. Есть сейчас лучше ввести условия отправки писем в триггерной или в условиях отправки писем. Да, лучше все ввести в новых инструментах, то есть использовать либо триггерные, либо email-маркетинг. Это будет наиболее правильным. Так, Роман Спарк, где можно прочитать про правила отправки. Кажется, у нас был А, вебинар, который вел Юра Волошин касательно настроек, и Б, у нас, по-моему, в блоге есть об этом запись. В блоге на сайте dev.1sbitrix.ru там, по-моему, есть информация о том, как настраиваться в нашей виртуальной машине или в другом окружении. Если нет, можно меня спокойно спросить. Я покажу в конце в своей части блог с e-mail'ом. Можете мне написать, я там постараюсь подсказать, куда заглянуть или кого спросить. Так, договорились. Эффективность рассылки с сайтом считается? Да, эффективность рассылки считается с сайтом. Для этого есть целая статистика. И вот она. К сожалению, у меня статистика пустая, потому что я только что создал новую рассылку и еще не отправил. На самом деле у вас вот здесь будут в рассылках данные по тому прочитываемости, по отправляемости, по переходам с этого письма и так далее. Вы будете это видеть. И, соответственно, модуль конверсии будет правильно считать конверсию с ваших рассылок. То есть, грубо говоря, если с этих писем будут идти трафик и будут покупать, модуль изменения конверсии, то есть пульс конверсии будет все это учитывать и показывать вам в соответствующем модуле. Так. Давайте последний вопрос и пойдем дальше, а то у меня еще триггеры надо показать. Можем не успеть, у меня осталось не так много времени. Так. Будет ли доступна запись? Да, будет. Почему у меня в админке в разделе маркетинг ничего этого нет? Возможно, у вас или не обновлена версия или редакция какая-то. Не так, к сожалению, не знаю. Надо посмотреть. Некоторые части... Ну, нет, большая часть того, что я показываю, уже давно в стабильных. Некоторые кусочки 16-й версии могут быть еще в режиме бета тестирования находиться, поэтому вы их можете не видеть. Но в целом тут имейл-маркетинг, триггерные рассылки, они уже вышли в стабильных, вы можете их установить, если обновить свой сайт. Так, хороший сервис рассылок, но можно запутаться, контролировать условия, принимать могут быть несколько местах. Нет, сейчас мы разберемся с вами с триггерными рассылками, как они работают, как устроены. Надеюсь, что будет все понятно. Перейдем к триггерам. На самом деле, ну, триггер, да, наверное, вот, сейчас, извините, Вячеслав, да, вы, наверное, правы. Дело в том, что сама по себе триггерная история, она не очень простая, то есть она имеет некую сложную логику. В принципе, разобраться в ней довольно несложно, надо просто понимать, что вы, когда настраиваете триггер, он будет автоматически в соответствии с этими условиями срабатывать при определенных условиях. Но давайте попробуем разобраться, как это происходит. Мы с вами возьмем мастер создания триггерной рассылки. Мы можем создавать, собственно, вручную, а также, собственно, самостоятельно все создавать. Или готовы использовать шаблоны. Мы сейчас пойдем по готовым, чтобы было максимально все это, как бы сказать, наглядно. Возьмем, например, рассылку, вот ту самую хулиганство, которая для возвращения покупателей. Это некий виртуальный персонаж, некий почтовый робот интернет-магазина, который будет сообщать, вот тут описание есть, это шуточная цепочка, виртуальный персонаж будет сообщать покупателю, что администрация магазина держит заложник всего в семью и уговаривает клиента вернуться на сайт. Мы сейчас рассылку выберем и попробуем с ней немножко поработать, запустить. Ну, собственно, отправителя мы укажем, автоматическое и так далее. условия запуска. Вот здесь мы с вами определяем, при каких условиях будет запускаться данная триггерная рассылка. Например, у нас есть условие «давно не заходил на сайт», «давно не покупал», «забытая корзина», «заход на сайт». То есть, грубо говоря, человек на сайт зашел и система этот момент отработает, что человек зашел на сайт и отправит ему какое-то письмо для того, чтобы, например, вот он зашел, а система сразу отработала, и ему приходит письмо. А загляните, пожалуйста, в наш раздел «Акции», там сегодня спецпредложение. Или там «Специально для вас, раз уж вы к нам вернулись, добро пожаловать, вот вам купон на скидку». Ну и так далее. Может быть, много разных механик. Создание нового заказа, например, новый заказ создался, и ему сразу запускают какую-то цепочку писем, которые будут ему, например, предлагать, «Ой, вы у нас заказали, а вот посмотрите еще вот сюда». Возможно, добавим вам в заказ сейчас вот эти товары, и тогда вам будет скидка, ну и так далее. Механик вы можете придумать сколько угодно. Вот эти условия, заранее придуманные нами, но они могут дополняться вашим разработчикам. То есть разработчик, который внедряет вам сайт или который его сейчас обслуживает, может добавлять новые условия запуска триггерной рассылки. Ну, мы сейчас с вами сделаем. Давно не заходил на сайт. Рассылка должна выйти, допустим, в самое такое время 17 часов вечера, мне кажется, когда люди уже устали от работы и начинают просматривать личную почту и готовы уже что-нибудь купить, потому что надо отвлечься. Можно включить, обрабатывать старые данные, чтобы все предыдущие там данные обработали, обработались и тоже сработали триггеры. Но с этим надо быть аккуратно. Если у вас там 100 тысяч пользователей, то всем 100 тысячам уйдет сразу рассылочка, потому что они там больше 90 дней, например, не заходили. Можем сказать, не 90, а 30 дней не заходил на сайт. Достижение цели. Здесь мы определяем, в какой момент мы прекратим цепочку писем. То есть, грубо говоря, у нас там будет 8-9 писем, которые будут уходить с определенной периодичностью. То есть, раз в неделю мы будем писать человеку, который давно не заходил на наш сайт, чтобы он к нам вернулся. И здесь мы говорим, что выключить эту рассылку надо по такому-то условию. Например, заход на сайт. То есть, мы его на сайт вернули, все, рассылка должна прекратиться, мы цели свои достигли. Или мы можем сказать, например, создание нового заказа. Только создание нового заказа прекратит эту рассылку. И дальше мы, собственно говоря, определяем, что происходит. Мы определяем письма. Это те письма, которые будут уходить. Вот их сколько здесь? Четыре письма. Четыре письма, которые мы будем отправлять. То есть, через ноль минут после события, то есть, основное событие, которое у нас работало. 30 дней на сайте человек не был. Сразу отправится вот это письмо. Письмо какое? Давайте включим визуальный редактор, посмотрим, помогите. Я почтовый робот, администрация сайта держит заложник мою семью и заставляет писать вам. Если вы не вернете в онлайн-магазин, они начнут раскручивать их по винтику. Не допустите этого, пожалуйста. И так далее. Через день после предыдущего письма, то есть, это письмо отправили, если клиент на сайт не пришел, мы через день еще одно письмо отправим и здесь уже будет началось, вы еще можете спасти мою семью, бла-бла-бла, все красиво, всячески пугаем пользователя, взываем жалость. Еще через день, если он опять не вернулся, мы, собственно говоря, еще одно письмо ему отправим, в котором уже будет написано, я очень рисковал и добыл для вас купон для скидку, да, и вот третье письмо приходит с купоном на скидку. Здесь есть блок вставленный, который генерирует специальный купон и получатель этого письма сможет использовать этот купон для того, чтобы получить скидку в магазине и все это представлено, типа, это было очень рискованно и так далее, и вообще меня могут за это разобрать. Ну и, собственно говоря, последнее письмо, четвертое, которое мы отправляем, будет говорить все, я до последнего и верил. Здесь вставлена картинка, она у меня не загрузилась, где разобранные запчасти от робота и его семьи, вот, которая говорит. вы можете сюда добавить еще письма, определить, через сколько дней оно будет отправляться, например, можем определить, что там, ну, каждый день отправлять письма это сложно, давайте раз в неделю хотя бы письма слать, да, и можем эти данные изменить. Таким образом, мы с вами собираем цепочку писем, которая сработает по событию, давно не заходил на сайт, если быть точным, 30 дней, и каждый день, а последнее письмо через неделю будет отправляться каждому конкретному посетителю, который 30 дней не заходил на сайт, пока он не вернется на сайт и не сделает новый заказ, или пока не закончатся письма. Вот что такое триггеры и как они, собственно, работают. По каждому, собственно говоря, триггерным рассылкам тоже у вас будет вот такая статистика, вы сможете выбрать рассылку, сейчас она у меня одна, сколько раз она запустилась для скольки пользователей, сколько из них выполнили целевые действия, сколько отписалось от этой рассылки, да, естественно, есть возможность отписаться, ну, в общем, это логично, сколько было отправлено писем, сколько открыто, сколько было переходов по ссылкам из писем, да, и на каких письмах это сработало и так далее. Вы все это здесь увидите. В общем, кажется, что инструмент просто превосходный для того, чтобы работать с возвратом ваших посетителей, ваших покупателей, прогрева, так сказать, покупателей и отработки ваших акций, да и вообще вы один раз это настраиваете, пожалуй, что самое важное. В чем фишка триггеров-то? Вы один раз это настроили и оно работает автоматически для всех ваших покупателей, не занимая больше ваше время. Но надо периодически обновлять, наверное, рано или поздно история с роботами приестся, да, и, в общем, хочется что-то новенькое сделать для ваших покупателей. Делайте, делайте, это будет работать и помогать вам возвращать покупателей. Так, ну что ж, пройдемся по вопросам. Можно ли на версию старт поставить расширенный модуль? Мне кажется, что нет, нельзя. Если он не входит в эту редакцию, то нет, нельзя. Надо расширить свою редакцию, перейти на следующую, доплатив разницу в стоимости. Можно ли добавлять условия запуска и окончания? Да, я уже говорил, для этого есть документация разработчиков, которые могут использовать типы всякие истории. Так, триггерные условия не появляются в типах событий. Просто много условий уже в типах событий. Ну, тут, 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 пересекаться. Как лучше контролировать? Да, Вячеслав, понимаю ваш вопрос. Лучше всего на триггерах переходить на триггеры. То есть, если у вас в почтовых событиях там отработка похожих сценариев, то постепенно перенесите их в триггеры и будет работать лучше. Ну, то есть, будет понятно, что вы в одном интерфейсе. Триггерные рассылки – это новый модуль, он был разработан на новой архитектуре и, соответственно, лучше будет, если вы будете переходить на современный инструмент, постепенно отходя от старых почтовых событий. Это будет, пожалуй, правильнее и логичнее. Если в результате рассылки посетитель не вернулся на сайт, рассылка пойдет сначала. Нет, романна. Сначала она не пойдет, она выполняется один раз, потом может сработать следующий триггер, например, он там, первый триггер сработал на 30 дней, следующий триггер сработает на 60 дней, еще следующий на 80, ну, там и так далее, в зависимости от того, сколько триггеров у вас есть. Рассылка, естественно, отправляется один раз, они будут постоянно долбить покупателей, это как-то странно было бы. Так, как в админке называется модуль, который надо обновить, чтобы во вкладке маркетинг появился email маркетинг, триггерная рассылка, у меня только в сервисе есть рассылки. Он так и называется, email маркетинг, если я не ошибаюсь, давайте, ох, сейчас я могу, честно сказать, ошибаться, давайте заглянем в модули, так, настройки продукта модули, да, он так и называется. Можно я тут подскажу? Да, конечно, Светлана. Это у нас очень частый просто вопрос, эти модули, они новые, поэтому они у вас появились в списке модулей, если сам Bittrex обновлена, редакция, посмотрите в списке модулей, то есть настройки модулей, их нужно там установить, да. Да, вот здесь будет кнопочка места удалить, как у меня установлен, у вас будет кнопочка установить. Действительно, модули новые, они могут требовать установки. Так, а можно проследить конверсию от триггерных рассылок? Да, в модуле конверсии вы все это увидите и будете следить за этой конверсией. Более того, триггерный рассылок в отдельном инструменте, только что о нем показывал, собственно говоря, в статистике вы по факту будете видеть конверсию, да, вы будете понимать, сколько выполнило целевое действие. То есть конверсия рассылки это выполняет целевое действие, а конверсия магазина, там, в итоге оформление заказов, там, где оплата заказов. Так вот, конверсия и конверсия по этому каналу привлечения будет в конверсии. Конверсия самой рассылки в выполнении целевых действий будет у вас вот здесь. Так, ну что же, что у меня еще для вас осталось? У меня для вас осталось несколько моментов, буквально, надеюсь, что как раз на те 10 минут, которые мне отведены, их хотел покороче, но не получается, как всегда. Разные маркетинговые предложения, тоже то, что будет увеличивать конверсию средний чек, подарки за те или иные суммы, наборы и комплекты, то есть возможность создавать набор или комплект из нескольких товаров для того, чтобы средний чек поднять. Вот здесь на скриншоте хороший пример, который показывает, что вот зайдя, допустим, в платье, я вижу, что это платье можно купить в наборе, и этот набор идет по там очень хорошей, выгодной цене, а в набор входит все подходящее для этого платья. Тут, конечно, белое нижнее белье с черным платьем кажется не очень подходящим, но, честно сказать, я не специалист в этой истории, зато туфли там точно подходят, они точно черные. Вот, тем самым вы можете сподвигнуть вашего покупателя к покупке большего количества товаров по более выгодной для него цене, но для вас это, естественно, увеличение среднего чека. Тот показатель, который вы используете в бизнес-модели вашего магазина, это средний чек, и вот таким образом его можно увеличить. Разные подарки. Да, действительно, это маркетинговая история. Вы можете анонсировать, предлагать за подарки, за сумму в зависимости от того, подарки с конкретному товару, то есть вот я здесь в данном случае в корзине тоже, опять же, хорошо показано, есть шорты, к которым идет специальный подарок, и этот подарок я могу выбрать из нескольких подарков, да, то есть вот у меня идет несколько подарков, я покупаю эти шорты и имею возможность выбрать один из ремней себе в подарок, ну и так далее. Здесь могут быть разные истории, зачем это нужно, для того, чтобы, собственно говоря, привлекать покупателей маркетинговые акции, да, то есть вы громко объявляете у нас за каждые шорты в ремень в подарок. Звучит круто, круто, шорты вроде не нужны, а ремень как раз очень даже ничего, хотя шорты стоят как три ремня, ну образно, да, ну и так далее. То есть здесь полет вашей фантазии фактически не ограничен. Ну и, наверное, здесь мне надо было бы перейти к торварному маркетингу, но я детально показывать не буду, потому что, объясню почему, потому что мы вообще очень детально рассматриваем этот функционал на соответствующих вебинарах по работе с торговым каталогом. Я лишь сейчас отмечу несколько важных моментов, которые, пожалуй, важны. У нас есть товарный маркетинг, это маркетинг по работе с корзиной или по работе со скидками на товары. У нас есть специальный мастер, который может, позволяет создавать различные скидочные программы. Это могут быть правила работы с корзиной, то есть, грубо говоря, в зависимости от того, что происходит в корзине, то есть, сколько туда положил человек товаров, на какую сумму, какое количество, какой вес или еще какие-то, да, параметры. В зависимости от этого вы можете выбирать различную применимость скидки. Вот, например, сейчас мы зайдем в мастер создания, мы должны придумать название и собрать условия, при которых будет действовать это правило. То есть, например, мы можем выбрать действие, изменить стоимость товара в корзине, то есть мы говорим, что к товарам в корзине надо применить скидку 10%, определить, каким конкретно товаром применить, да, то есть можно определить конкретные товары или какую-то категорию товаров, например, там выбрать товар, у которого там НДС есть, ну, грубо говоря, там 20%, ну, или какой-то другой показатель, например, цвет товара, или стоимость товара, или цена, в смысле цена этого товара, или вес товара, да, то есть вы можете определить, каким конкретно товаром или какой категории товаров будет применяться эта скидка. Вы можете применить еще дополнительное действие, например, еще и доставку, скидку на доставку сделать, потому что, а вот почему, здесь мы определяем вот тут. Что мы определяем? Мы определяем, что, например, количество товаров, например, больше 10, то есть неважно, каких товаров, но если их 10, и больше 10, то будет скидка 10%, или скидка на доставку будет 10%, или и то, и другое, да, я сейчас вот оба условия применил. Какие еще могут быть условия? Да условий может быть целая куча, например, вес товара, то есть мы можем определить, что, черт убери, нам нужно сделать, если вес товара больше 10 тысяч, 100 тысяч грамм, ну, это очень много, согласны, точнее, равно сделаем, а больше, больше и равно, то нам нужно, простите, не скидку на, делать, не скидку на доставку, а наценку на доставку, тогда мы здесь меняем скидку на наценку, и выставляем 20% наценку на доставку, потому что там, блин, что-то очень тяжелое, ну, и так далее, это правила работы с корзиной, и здесь, возможно, огромное сплетение вот этих вот правил, и логик того, как вы применяете, они будут применяться в корзине, то есть это может быть скидочные условия, это могут быть вот такие механики, как наценки в зависимости от веса, это могут быть маркетинговые, собственно, предложения. То же самое касается скидок на товар, то есть, грубо говоря, вот у меня есть скидка на нижнее белье, которое сейчас действует в моем виртуальном магазине, и вот мы можем посмотреть, какие условия, здесь такой же мастер создания условий применяются в магазине. По факту у меня есть условия, скидка 10%, вот она в процентах, может быть, кстати, фиксированная цена или цена на, фиксированная сумма скидки, или цена на товар, например, все по 10 рублей, запросто. Период активности скидки у меня сейчас не ограничен, но эта скидка применяет, запрещает дальнейшие скидки, то есть, грубо говоря, если будет еще одна скидка, которая перекроет эту, то есть дальнейшая скидка не применится, чтобы скидки не складывались, я здесь определяю условия, у меня все просто, раздел нижнее белье, если это условие выполняется, значит, все товары этого раздела будут со скидкой. Я могу определять, что у меня не на все товары, а, например, взять и выбрать цвет, то есть, грубо говоря, что у меня нижнее белье только белого цвета, будет применяться скидка, здесь, кстати, или стоит, надо и, то есть, только нижнее белье и только белого цвета будет со скидкой 10%, ну и так далее, вы можете здесь различные условия собирать, опять же, специально для того, чтобы сделать какую-то очень хитрую акцию. Например, у нас на все белье 10%, а на самом деле только на белое. Ну, там и так далее. Разных ухищрений или уловок продавцы могут придумать много. Еще один момент, который здесь я должен обозначить, это купоны. То есть скидка может действовать не по умолчанию, просто для всех, а, например, по купону. То есть, грубо говоря, вы генерируете купон, то есть вот эта скидка, я сейчас создам один купон, купон, допустим, многоразовый, он будет называться скидка. Нет, вот так мы ее назовем. Скидка. Да что такое? Хочу латинский набрать. Вот. Это будет код купона. И с этого момента скидка будет применяться, вот это вот 10% на белое белье, только если этот купон скидка, который мы с вами разрекламируем по всему радио и билбордах Москвы, или другого города, будет применяться только, когда этот купон введен в корзине. Да, в корзине есть механизм ввода купонов, вот тогда скидка применится. Может быть, купон уникальный. Я могу сгенерировать несколько купонов, допустим, 10 купонов на один заказ, и вот у меня 10 купонов с уникальным кодом, который я смогу отправить человеку, например, на почту или смс. Ну, я уж не знаю, как вы там будете эти купончики распространять. Но в целом это дает возможность создавать очень разные маркетинговые программы для ваших магазинов. Ну, есть еще функционал накопительных скидок, он доступен в старшей редакции «Бизнес», позволяет создавать всякие такие сложные накопительные программы. На самом деле делать это очень просто. Выбираете, за какой период надо считать, выбираете в скором действии скидки, определяете, на какую сумму надо оплатить заказов, чтобы получить какую скидку. Это будет применяться конкретному пользователю вашего сайта, в зависимости от его суммы заказов, так называемая накопительная скидка, в зависимости от различных условий. Ну, вот, наверное, по товарному маркетингу основное все. И, в общем-то, наверное, практически все, что я хотел показать. Вернусь к презентации для того... Сейчас вопросики только загляну. Так, как увидеть попадание в спам? Вот, боюсь, что, к сожалению, никак. А можно ли товары, подарки без товара оформлять через корзину? Роман, мне кажется, это взлом бизнеса, не надо так делать. Хотя я полагаю, что разработчики для вас могут придумать и такую историю. Так, условия по группе покупателей. Да, конечно, условия по группе покупателей можно добавлять. Ограничивать скидки тем или иным покупателям. По количеству товаров в единицах измерениях. Да, тоже это есть. Добавлять пользователей. Да, примерно так же для скидки. Сейчас покажу, этот момент я не отметил. Вот есть у нас ограничение. Здесь можно группы пользователей создавать свои и добавлять сюда разные группы пользователей. Здесь немножко не так, как в триггерных или в e-mail рассылках. Немножко другая история, потому что пользователи берутся именно пользователи сайта. И здесь надо будет добавлять специальные группы в настройках, да, объединять пользователей. Один пользователь может там в 10 группах различных и получать скидки в зависимости от каких групп он входит. Для каких целей используются во вкладке сервис рассылки, чем отличается от e-mail маркетинга? Спасибо за вопрос, Татьяна. Это старый модуль рассылок. Тот, который был у нас раньше. Мы выпустили новый e-mail маркетинг и триггерные рассылки. И, соответственно, они его полностью заменяют. Они, собственно, сильно лучше, новее и круче. И вообще очень клево. А тот старый модуль, мы его, естественно, не удаляем, потому что пользователи могли им пользоваться. И пользуются до сих пор. Там настроенные рассылки, естественно, не можем его никак удалить из системы. Так, скидка распространения товара с поставленным признаком запрета скидки. Нет, конечно, не распространится, если вы запретите скидку. Скидка на товар, чтобы это было сразу видно в торговом каталоге, а не в корзине. Да, вы увидите. Если не используется купон, вы увидите скидку в торговом каталоге. Ну, собственно говоря, вот где-то у меня тут было. Сейчас это на сайте обязательно показывается. Я тут, похоже, отключил все скидки пока. Странно, на белье должна была быть скидка на белое. А, наверное, я не тот цвет выбрал в настройках. Сейчас верну быстренько скидку обратно. Я не тот цвет выбрал. Сейчас я это условие быстренько уберу, чтобы оно не мешалось. Так, 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 сохраним. А, подождите, я еще, похоже, здесь установил... А, ну, конечно, у меня тут купоны. Теперь у меня по купонам все будет только по купонам работать. Так, ограничения не установлены. Все должно работать. Давайте зайдем в нижний белье в раздел. Ну, скидка так и не появляется. Возможно, где-то я еще что-то не так сделал. Ну, в общем, я надеюсь, вы мне поверите, что скидка, естественно, отображается. Специальный стоит значок со скидкой в том разделе, на тех товарах, на которых скидка действует. Так, товарный маркетинг, надо устанавливать модуль, у меня его нет. Да, это в последней версии, это тоже надо либо установить модуль, либо разобрать. Это модуль торговый каталог называется, если я правильно помню. В него входит инструмент товарного маркетинга. Так, подарки и наборы, и комплекты. Это все, вот, по-моему, в малом бизнесе недоступны. Если я не ошибаюсь, давайте с вами, чтобы всем сразу было понятно, как вообще с этим разбираться, надо... Ой, 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 промахнулся. Надо выбрать сравнение редакций. И здесь в табличке сравнения на нашем сайте вся информация по интернет-магазинам, по доступным возможностям есть. Так, наборы и комплекты, да, они недоступны в базовом магазине, значит, доступны только в редакции бизнес. Все, спасибо, что спросили, мы с вами совместно разобрались. Так, вот Раман отправил письмо из триггерной рассылки, все три письма попали в спам. Как можно это устранить? Еще раз, работа со спамом зависит, скорее, не от того, как вы отправляете, а от того, чем вы отправляете. Стандартные механизмы отправки почты, ну, то есть, грубо говоря, от того сервера, от того, как настроен сервер, отправки почты. Если у сервера правильные настройки, то он действительно будет правильно отправлять. В противном случае действительно возможна история с попаданием в спам. Обратитесь, пожалуйста, к своему администратору, который поможет решить эту проблему. Плохо, что нельзя исключить группу пользователей. И, да, со скидкой, ну, да, согласен, наверное, могут быть нюансы, но мне кажется, это вопрос решаемый логически. Как в триггерной рассылке добавлять пользователей? Раман, кажется, я только что показал это. Сейчас покажу еще раз. В скидке на товар меньше условий, чем для правил с корзиной. Да, действительно, конечно, меньше условий. Другая логика применения скидки до условий действительно может быть меньше. Так, как выбирать, кому отправлять? А, подождите. В триггерной рассылке добавлять пользователей. В триггерной рассылке не надо добавлять пользователей, она сама определяет, кому отправляться. Ой, запутался с вами. В триггерной рассылке не надо добавлять пользователей, она же автоматически работает, выбирает, кому отправляться, в зависимости от тех или иных условий. Так, ну что же, Светлана, давайте я буду передавать вам слово, готовьтесь, я пока закончу буквально два слова о том, чтобы повысить конверсию еще выше, есть куча модулей в Marketplace, образите туда свое внимание, там порядка больше 70 модулей, которые всякие добавляют фишки в вашем магазине, там действительно много историй с этим связанных, там покупки в один клик, заказ обратного звонка, отзывы, комментарии, рейтинги, онлайн-консультанты, целое огромное количество. И я обещал показать свой e-mail в конце, вот он, e-mail, по которому можно мне написать, ну так, не то, чтобы много, все сразу не пишите, а то я не успею всем ответить. На самом деле, если у вас остается вопрос, на который я сейчас не ответил, я постараюсь еще в процессе вебинара поотвечать, пока будет Светлана рассказывать письменно на некоторые вопросы, если они останутся, вот, можно написать мне на e-mail, я постараюсь привлечь там наших специалистов, чтобы они проконсультировали вас и помогли решить ту или иную задачку. Ну, а на этом я завершаю свою часть, переключаю сейчас экранчик на Светлану, и Светлана, прошу, так, сейчас она переключится, переключилась. Так, добрый день, коллеги, ну, я думаю, что видно, слышно, да, на всякий случай подтвердите, что все переключилось, все в порядке, поставьте, пожалуйста, плюсики. Меня зовут Светлана Русова, я руководитель учебного центра «Бестранг», и мы с вами сегодня поговорим, продолжая вот тему, то, что Сергей начал, интересно, про инструменты конверсии, поговорим немножко про конверсию с другой стороны. Никакими инструментами воспользоваться, да, то есть, как бы, сами идеи, где взять, да, и вообще, что нам надо бы такого делать на сайте, чтобы у нас возрастала конверсия. И поскольку у нас сегодня такая основная тема связана именно с интернет-магазинами, то разберем шесть таких вот самых болевых точек, больных мозолей любимых в интернет-магазинах, где мы теряем конверсию, где мы теряем свои заказы. Итак, где теряем клиентов, да, у нас складывается, в общем-то, из шести таких больших глобальных блоков, на экране сейчас, на презентации их видно, но что здесь? Первое – это главная страница. Немножко я упростила для презентации, да, для понимания, на самом деле не обязательно именно главная страница, это скорее страница входа на ваш сайт. Что здесь может быть? Почему мы теряем там участок клиентов? Медленная загрузка страницы. Страница загружается, например, доля посетителей с мобильного устройства у нас возрастает, да, а страница не адаптирована под мобильное устройство. И вот посетитель перешел на наш сайт, что-то долго ждет, она у него медленно-медленно загружается, но он терпеливо ждет, наконец она загрузилась, вся развалилась, читать невозможно, картинки перекрывают тексты, в кнопку «Купить пальцем не попасть», да, то есть понятно, что здесь это у нас первое место, первая точка, где мы теряем посетителей. Если где-то еще год-полтора назад это было не очень актуально, то есть доля тех, кто заходит с мобильных устройств, была не такая большая, проценты, например, сайтов, которые работают быстро и очень быстро на сегодняшний день, да, тоже это было не так много, и люди были терпеливее. Но сейчас все привыкли к тому, что магазин должен адаптироваться под мобильник, все привыкли уже к тому, что он должен загружаться быстро, и вот если что-то идет не так, то это уже расстраивает покупателей достаточно сильно, и, ну, как говорят, избаловались с одной стороны, да, с другой стороны, это мы же их и избаловали, там, благодаря появлению композита в Bittrex, например, да, композитного режима, когда скорость загрузки сайта действительно существенно увеличивается при его включении, люди привыкают к тому, что сайт должен работать быстро. Адаптивная верстка, наличие мобильных версий, все это очень важно. То есть первое, на чем мы теряем клиентов, это какие-то сервисные условия на страницах нашего продукта, и это особенно актуально для тех магазинов, которые существуют не первый год на рынке, они перестраиваются дольше, да, у нас там был дизайн, мы его рисовали там полгода мучительно внедряли, и тут вдруг раз Google говорит, а теперь все с мобильных версий. И вот этот вот шаг, что вот сейчас надо опять новый дизайн нарисовать, да, это же мы сейчас еще на это полгода потратим, и денег на это уйдет, потому что это опять с разработчиками объясняться, и многие берегут свои нервы от этого стресса, ну, и как бы считают, да нет, у нас и так все хорошо, да много их там с мобильника заходят, такие в свою метрику смотрят, ой, да у меня доля посетителей с мобильного телефона совсем небольшая. Конечно, небольшая, они просто не доходят до вашего сайта, и даже не доходят до того момента, когда загрузится метрика, то есть вы их теряете еще раньше, еще на входе, поэтому, ну, это вот такой вот, да, как эффект выживших, то есть вы просто видите только тех, кто действительно дошел до вашего сайта, и когда мне начинают рассказывать, что вот у нас основная доля посетителей там с такими-то мониторами, либо с такими-то устройствами на сайте, на наш сайт заходит, извините, то это всегда, конечно, вот такой самообман, нужно смотреть на общие тренды, на общую статистику по рынку, и запись вебинара будет, да, посмотреть эти цифры, которые Сергей давал в начале доклада, это вот прям вот кладезь информации, это очень ценно и очень полезно для того, чтобы вы могли сейчас принимать взвешенные грамотные решения по своим проектам, по своим магазинам. Поэтому вбуханные там деньги и время и силы два года назад на ваш сайт, если они не привели вот к тому, что требуется сейчас, ну, это самооправдание красивое, да, но это все равно приводит к тому, что сейчас клиентов вы теряете, да, значит, ну, нужно принимать новое решение. Следующий шаг, где мы теряем клиентов, это список товаров. Ну, здесь тоже обобщенное такое название, список товаров, то есть это может быть раздел, это может быть главная страница сайта, это может быть первая страница каталога, то есть, ну, зашел человек на наш сайт, да, дальше он посмотрел, что, в принципе, там сайт открылся, все хорошо, у нас есть там мобильная версия, либо он зашел с десктопа, попал в нашу аудиторию, на тех, кого мы ориентировались, зашел с обычного компьютера, и он видит вот прям тот список так, как мы ему хотим показать. Он в этом списке остается, готов, в принципе, сделать заказ. И вот тут начинается следующая проблема, потому что зачастую владельцы сайтов не понимают, кому и что они хотят продать. И начинается история серии, у нас очень широкий ассортимент, наши пользователи, им нужны вот такие-то, такие-то галочки в фильтре, вот такие-то, такие-то им галочки не нужны. А на вопрос, почему вы считаете, что нужны именно вот такие, либо нужны какие-то другие, владелец, да, ну, заказчик проекта, не может объяснить, привести какой-то статистике, привести какой-то аргументации. И как пример, да, кейс не нашей компании, но на одной из конференций был такой пример. Сейчас скажу, не помню название магазина, не скажу. Значит, продает товары компьютерную технику, в частности, принтеры. И отследили через интернет-магазин, через настройки модуля поиска, вернее, через статистику модуля поиска, увидели, что внутренним поиском по сайту достаточно часто ищут принтеры формата А3. При этом посмотрели, что на самом сайте у них нигде нет такой вот одной кнопки, чтобы посмотреть все эти принтеры. Как традиционно у них делился каталог. То есть в левом меню все принтеры разделены по моделям, по производителям. Внутри по производителям там уже лазерные, не лазерные, струйные там еще какие-то. И дальше по моделям. Это удобно для бухгалтерии.